Стремительное развитие медицины, появление новых лекарств, новых методик лечения, в общем-то, не решает проблему здоровья населения. Но все это не может как минимум избавить нас от болезней цивилизации. Что же тогда может помочь? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Дмитрий Шипуля, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, тренер, преподаватель адаптивной физкультуры. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о здоровом образе жизни, о том, что нужно делать для того, чтобы не уповать на таблетки и врачей. И мы работаем в прямом эфире 202.11.22. У Дмитрия на самом деле есть очень много секретов, которыми он может сегодня с нами поделиться. Я готовилась к эфиру и нашла такой интересный факт. Учеными установлено, что 36 недель постельного режима старят тело ровно на 10 лет. Вообще страшная цифра. И причем речь-то не идет только о пожилых людях, а это, в общем-то, касается каждого из нас. И мне кажется, это говорит о том, что гиподинамия – это не просто бич сегодняшнего времени, а это прямо убийца какой-то. Да, разумеется. То есть человек, если его положить в лежачее положение на несколько месяцев, то он гарантированно станет инвалидом. То есть ему потом очень долго придется восстанавливаться, и многие не восстановятся. То есть примером тому является очень серьезная травма у пожилых людей – это перелом шейки бедра. То есть пожилой человек ломает шейку бедра, он в постельный режим. И за счет вот этой вынужденной гиподинамии через год из вот этих вот наших бабушек 25%, то есть четверть бабушек, этот год не переживет. Потому что постельный режим, в принципе, там ничего такого не происходит, ее кормят, все нормально. Но за счет того, что организму противопоказаны лежания и гиподинамия, то идет бешеная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, потому что приходится крови проталкивать с помощью сердца, вот эти все сосуды не работают. Мы все-таки привыключены к нему тоже двигаться, и человек умирает. Поэтому у нас вот был целый проект, посвященный профилактике падений для пожилых людей, чтобы больше двигаться. Я вернусь к гиподинамии. В общем-то, то, что вы сейчас рассказали, говорит о том, что нам необходимо активно двигаться. А вообще, что понимать под активной двигательной нагрузкой? Что делать-то надо? Ну, нужно, во-первых, подходить к двигателе нагрузки с умом. То есть не обязательно, что делать это как бы очень резко и время от времени. Потому что очень часто я встречаю людей, и они там говорят, мужчины уже такие, вот, за 50 лет, 60, говорит, ну и вообще спортом занимаемся. Говорю, ну а как вы спортом занимаетесь? Я смотрю так визуально, оцениваю человека, понимаю, что он так, слегка у него избыточный вес присутствует, слегка там уже какая-то дряблость, там уже и... Мы вот занимаемся, мы вот очень регулярно. Говорю, насколько регулярно? Ну, примерно у нас, получается, мы с друзьями играем в футбол. Мы там раньше вот это, вот играем в футбол. И как часто вы играете? Ну, каждой неделе не получается встречаться, но вот примерно раза два в месяц мы прям вот зато наиграемся, все вспотеем, попинаем в футбол, значит, потом идем в баню. Так, понимают, то есть они там... То есть это не выход. То есть они встретились с друзьями, я говорю, в бане принимаете алкоголь? Ну да, там, конечно, в бане алкоголь, там, курите? Ну да, бывает, да, курят. Я понимаю, что это еще такая, во-первых, футбол, это резкая нагрузка, она сердечно-сосудистая, то есть там человек ходит-ходит, а потом вдруг резко бежит, потом снова ходит, она такая интенсивная нагрузка, что она не очень хорошо может повлиять на сердечно-сосудистую, плюс потом баня, которая тоже, и плюс она в сочетании с алкоголем, то есть это такой серьезный удар по организму, который может привести к одному из тех людей, которые вот этим занимаются, может быть, стать в какой-то момент плохо, он с инсультом или с инсультом сляжет. Какую нагрузку считать правильной, желательно для большого и возрастного, и социального числа, количества населения? Во-первых, выполнение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, то есть это 150 минут в неделю минимум, то есть регулярной нагрузки, но, значит, это вот минимум, который нужно делать. Что входит в регулярные виды правильной нагрузки? В первую очередь это ходьба, потому что ходьба, она показана людям, в том числе, которые растренированы, которые давно не тренировались, у которых есть избыточный вес, постепенно наращивая объемы движения, постепенно приходя в нормальное состояние, и можно потом дойти других видов нагрузки. Что еще противопоказано по нагрузкам, по видам двигательной активности? Это суставная гимнастика с элементами растяжки, обязательно нужно делать. Это дыхательная гимнастика, это самомассаж, и это статические упражнения для тренировки тонической мускулатуры. То есть все, что сверх, оно может быть, но вот это я сказал обязательное, потому что мне говорят, а вот плавание, да, плавание, все нормально, но вот то, что нужно, необходимо делать, потому что очень часто люди говорят, мы спортом занимаемся, вы кто? Я стритрейсер, я гоняю на автомобилях, ну да, я так про себя, такая себе физическая активность, ну вот, потому что да. Я бы хотела еще расширить нашу тему. Вот вы сейчас говорили про ходьбу, а в последнее время на уровне правительства очень активно обсуждается развитие туризма в стране вновь. Почему я говорю вновь? Ведь, в общем-то, в Советском-то Союзе туризм был вообще национальным видом спорта. Сегодня мы все почти туристы, обожаем путешествовать, но под туризмом чаще всего сегодня подразумевается поездка. Ну, сейчас уже, вот, может быть, не за границу, но, тем не менее, куда-то к морю полежать на солнышке, подышать йодом. А вот все-таки какая связь между здоровьем и туризмом? Ну, покупаться в море, да, конечно, оздоравливает. Да, разумеется, но если это еще входит сюда страшное слово all-inclusive, то вот такой удар по организму может оказаться достаточно серьезным, даже несмотря на то, что присутствует море. И иногда отдыхая все-таки тоже в таком контексте, я выяснял, удивлялся, что многие люди до моря не доходят. То я, попадая в отель all-inclusive на третий день, я помню, что хватит есть уже, нужно себя очень сильно ограничивать. И стараться больше ходить пешком. Мы там обычно нарезали километраж по окрестностям и выплывали далеко в море, купаясь. Но многие люди там проходят у бассейна, то есть они не дают, чтобы там был бар. И это вот, это не тот туризм, про который мы говорим. А вот туризм в классическом виде, это же там палатка, костер. Про пешеходный туризм, да. Мы говорим даже не про палатку и про костер, потому что у нас, к сожалению, если костер, то начнет резко народ жарить шашлыки. Приедет нам, то же, что мы часто встречаем, да, выезжают на природу с машиной, ставят мангал, жарят шашлык, наедаются, принимают алкоголь. Если, конечно, человек не за рулем, хотя бывают и люди за рулем, это вообще, как это, нельзя так делать ни в коем случае. Но потом они уезжают, еще и оставляют после себя кучу мусора, что мы очень часто встречаем. И это тоже неправильный туризм. Правильный туризм мы называем пешеходный туризм, то есть главным составляющим пешеходного туризма является все же таки ходьба. Ходьба по пересеченной местности. И как мы уже говорим, что ходьба является необходимой частью здорового образа жизни, но еще и ходьба по пересеченной местности, она еще и помогает человеку, первое, восстановить психоэмоциональное состояние, второе, вот то, что мы говорили про дыхательную гимнастику, ходьба на свежем воздухе, она все-таки прочищает дыхательную систему, помогает восстановить. Третье, нагрузки при ходьбе при попереченной местности благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. И четвертое, ходьба по пересеченной местности профилактирует когнитивное нарушение, профилактирует деменцию, потому что ты все время видишь что-то новое, ты находишься, смотришь вокруг, ты прокладываешь маршруты. Это всегда что-то новое, поэтому туристы, вот кто много ходит, или хотя бы даже не туристы, а такие вынужденные туристы, типа горцы, которым там приходится жить высоко в горах, и которым приходится там за таро овец ходить много-много, они поэтому славятся долголетием, потому что это вот такой вынужденный туризм, но тем не менее это по сути тоже пешеходный туризм. Ну вот вы уже подвели, в общем-то, к тому, о чем мы должны поговорить дальше непременно. Так или иначе, многие жители Самары уже слышали, что у нас появился такой прекрасный проект «Большая туристическая тропа», но слышали, а хотелось бы узнать поподробнее. Давайте сначала небольшое видео вводное посмотрим, потом буду вас расспрашивать. «Большая туристическая тропа» «Большая туристическая тропа» Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Дмитрий Шипуля, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, тренер, преподаватель адаптивной физкультуры. И мы сейчас только что увидели невозможную красоту, и красота, к счастью, она вот у нас, в Самарской области, никуда особо ехать не надо. И судя по тому, что мы увидели, вот такой вид туризма не требует отпуска фактически, да, это можно и в выходные делает, не требует каких-то финансовых вложений, он требует только, наверное, желания и пойти. Вот что такое «Большая туристическая тропа», где ее найти? Большая Самарская тропа. Ну, найти ее можно уже в интернете, то есть у нас есть сообщество ВКонтакте, где можно уже скачать треки этой тропы, и буквально в сентябре мы ее торжественно откроем, мы сейчас продолжаем маркировку этой тропы, ставим стенды, и тропа проходит от Самары до Тольятти, весь маршрут проходит. Начало тропы у нас будет на стадионе «Самара-арена», и окончание тропы будет у памятника Татищи в Тольятти. То есть такие два знаковых места, которые там как-то соединяются. И сколько же это расстояние? Тропа – это на самом деле сеть пешеходных троп, она не одна, но основная ветка, в которой все нанизывается, она составляет 100 километров. Еще 100 километров параллельных маршрутов, по которым можно, например, сделать круговой маршрут выходного дня. И мы делаем рекомендованные маршруты, потому что необязательно всю тропу проходить целиком. Но 100 километров пройти-то это прям для тренированного, конечно. Для тренированного, да. У нас есть человек, который прошел ее за два дня, эту тропу. То есть 50 км в день – это очень серьезная нагрузка. Не рекомендую всем вдруг сразу захотеть, вдруг сразу зайти. Можно ходить небольшими порциями, то есть в зависимости от вашей физической подготовленности. Не обязательно. Тропа не про то, что ее как можно быстрее пройти. Тропа на самом деле у нас про то, чтобы перейти в себя. Чтобы человек выбрался и посмотрел, насколько красивое место он живем, чтобы он посмотрел, какая природа нас окружает. Вот те кадры, которые вы видели, это не просто Самарская область, это вообще городской округ Самара. То есть вот эти места, которые сняты, это они сняты на территории городского округа Самара. Не многие знают, что у нас есть скалы высотой 40 метров, от которых можно свалиться прям, не дай бог, конечно. Поэтому там будут стоять предупреждающие знаки, что у нас там есть пещеры, что у нас там есть водопады, то есть у нас есть каньоны интересные. И вот вроде бы казалось это все рядом, но вот когда мы, бывает, приводим людей, которые всю жизнь жили в Самаре, они говорят, а мы не знали, что здесь такое есть. И тропа в данном случае является так называемой воронкой пробы туризма. Был у нас всероссийский слет в Машуке в марте месяце в Пятигорске. Майовка назывался. И там как раз пришли к выводу, что необходимо для возрождения пешеходного туризма необходимо создавать воронки пробы, чтобы люди, которые думают, что туризм это сложно, туризм это не для них, чтобы они могли попробовать. Потому что обычно под туризм понимают, что нужно ехать куда-то на Кавказ, на Алтай, в Сибири. Там все очень красиво. Совершать восхождение. Да. Это можно, да. Но и человек обычно говорит, во-первых, это дорого, во-вторых, у меня все-таки нет тот уровень подготовки, в-третьих, у меня нет времени, в-четвертых, я вообще не знаю, что с этим делать, куда, и в-пятых, непонятно как. Ну а для кого тогда вот она, эта тропа? Вот как раз тропа для тех людей, которые хотят попробовать туризм, в том числе семейный. То есть которые могут взять, например, доехать на 50-м маршруте до остановки Дубки, ну, допустим, или, допустим, до начать со Стадиона Самара-Арена и просто по маркированному маршруту, допустим, пройти, посмотреть, предварительно посмотреть, наметить себе маршрут, вернуться по одному, там мы будем делать в приложении рекомендую на маршруты, уже маршруты выходного дня, когда человек может, например, пройти до поселка Управленческий через лесопарк Дубки. Диета – уникальное место, где дубы, с которыми по несколько сот лет стоят, такие прям… То есть не обязательно йодом дышать, а дубовый лес – это же удивительная вещь. Да, конечно, да. Затем перейти через Студионный овраг, зайти со стороны Лысой горы, пройти вот особо охраняемую природную территорию от Копытьево до Студионного оврага, это особо охраняемая природная территория, там тоже много, очень много разных растений, которых нигде не встречается, там ящерки, безногие веретеницы, не нужно их давить ни в коем случае, они совершенно безвредные, потому что люди увидят, их начинают пугаться, пытаются змея-змея и затоптать. У нас нет таких змей, которых нужно затаптывать, даже если вы встретите гадюку, она, скорее всего, от вас как можно быстрее убежит, уползет, там много водных ужей, которые там ныряют, за рыбой плавают, но это уже на территории ближе к Волге. И можно пройти, это примерно получается к расстоянию 15 километров, то есть это в принципе с выходом на некоторые там несколько обзорных площадок и завершить прогулку в поселке Управленческий, где выйти через протяжную площадку. Это можно даже ребенка взять, не страшно. Это можно, да, это и разумеется, можно взять ребенка, дети вполне могут, не обязательно бежать. То есть за 3-4-5 часов это можно с утра выехать и к обеду, в принципе, там вполне спокойно пройти именно с детьми, потому что там нет сложных маршрутов, сложных троп. То есть вы не ставите целью вот исключительно такую спортивную ходьбу, вот взял палки, пошел по этой тропе. Нет, ни в коем случае. И тем не менее, это все равно для здоровья. Это для здоровья, потому что и для здоровья, что мы говорим, что человек должен получать удовольствие не от того, что он что-то преодолел и кого-то победил, а именно от самого процесса ходьбы, чтобы он прошел и прочувствовал, чтобы он во время ходьбы, как называется, пришел к себе. Вот эти гормоны счастья, что в том ритме, в котором ему нужно, с детьми, никуда не бежать. Бесплатно. Бесплатно. Да, то есть потратив ровно там билет на 50-м автобусе вернуться назад в Самару, к примеру, это недалеко. Это практически все бесплатно. И далее вдоль всей тропы у нас прекрасные места, если смотреть дальше. Это гора Тептяв, там прекрасные маршруты. Буквально вчера мы выводили, ходили там с людьми. Они говорят, мы вообще тут, мы живем 40 лет в Самаре, мы не знали, что тут такие у нас прекрасные пейзажи, они вот у нас под боком, мы мимо проезжаем все время. Дальше туда проходим Царев Курган, далее у нас Золотой Бор, потом мы выходим на Курумыч, через Курумыч выходим на Мострюковские озера, тоже особо охраняемая природная территория, где у нас находятся фестивальные парки. Там прекрасные озера, где ловят белохвостые орланы рыбу. Можно увидеть, можно увидеть бобров, чая, цапи. Главное, что не ловить орланов. Не ловить. Вы сказали, что тропа маркируется уже и будет маркирована до конца. То есть, вот насколько велик шанс будет заблудиться, куда-то уйти и не туда? Ну, во-первых, тропа, почему она все-таки, она находится очень близко к людям и заблудиться в ней. Ну, конечно, при желании можно заблудиться, и нам все регулярно удается заблудиться, пока мы маркируем, время от времени и уходим по той тропке. Ну, во-первых, в зоне видимости будут так называемые марки, то есть, это нанесенные краской на деревья и на камни специальные марки, которые мы там обозначены, как они есть, маркировка тропы. То есть, основная ветка у нас красная, и на белом фоне вот красная полоса это основная ветка. Параллельные ветки зеленые, а радиальные ветки, то есть, тупиковые, они синие. Ну, например, на обзорную площадку. И розовая ветка это выход к общественному транспорту. И, в принципе, увидев эту ветку, там, двигаясь от одной к другой, мы их там, на всех поворотах мы их побольше ставим. Если человек идет по одной тропе, ну, он там через какое-то время, примерно метров через 100, ну, где-то 200, где-то через 50 метров, он эти метки видит. То есть, он понимает, что он идет по этой тропе, и у человека уже ощущение, что, о, да я знаю, где я нахожусь. Но, тем не менее, ничего не рекомендают еще скачать трек, который у нас выложен в открытое пользование, и скачать какие-нибудь бесплатные приложения, которые не требуют подкачки интернета, и установить туда этот трек. Это, на самом деле, не очень сложно, если там человек немножко работает с обычным смартфоном, это, на самом деле, все просто. Почитать рекомендации, поставить, и вы уже практически не нужно там карта-компаса и определять север-юг по муху. Тем более, мух растет, как правило, дерево с очень разных сторон. А скажите, Дмитрий, вот мы видели сейчас видео, там чуть ли не альпинисты взбираются с веревкой. Есть ли вообще какие-то опасные участки, куда, ну, может быть, действительно, вот нетренированным не стоило бы? Да, там у нас есть пара участков, куда там, мы будем, прямо увешаны, у нас будут аншлаги, что людей без туристической подготовки лучше туда не соваться. Там, где мы, конечно, видео снимали, то это как раз один из таких участков, где там добрые люди провесили специально тросы, чтобы можно было спуститься безопасно, более-менее безопасно к воде. Но, тем не менее, если там будет предупреждение, что если вы не турист, если у вас нет навыков, то лучше туда не ходить, потому что это все-таки такой достаточно крутой склон, и люди, там достаточно узкая, так называемая, козья тропа в нескольких местах, где там, в принципе, может закружить пчелка гала, поэтому, ну, мы там спокойно ходим, но мы вот нашу основную тропу красную мы проложили как раз вдали этих мест. Правда, пришлось нам в некоторых местах ее там чуть-чуть линять по серпантину, чтобы человек спокойно забирался. И это, почему мы немножко задержались с открытием тропы, потому что нам очень серьезно пришлось эти вот тропы перекраивать, потому что мы там как это ходили сами, а потом мы повели по этой тропе людей, мы водили по этой тропе беженцев, которая находится в пунктах временного размещения у нас всю зиму, и мы поняли, что очень часто человек, бывает, который жил на равнинной местности, ему достаточно дискомфортно просто обходить по сыпухе, так называемой, просто ему просто начинается там очень неприятно, даже там вроде упасть-то особенно то есть вы первоначальные планы где-то им поменяли, да? Да, мы очень серьезно меняли и где-то удлиняли тропу, делали именно, чтобы основная ветка была максимально безопасно, что можно было с детьми по ней проходить, вот понимая, что ты никуда не сваришься, да, ты пройдешь чуть-чуть дольше, там на километр другой, но по крайней мере это будет там безопасно. Дмитрий, ну и завершая, наверное, уже этот разговор, мы начали с того, что все-таки двигательная активность должна быть полезной и не калечащей, как действительно не переоценить свои силы и сделать так, чтобы твои планы на вот прогулку по тропе стали не во вред, не пошли во вред. Ну, в первую очередь нужно понять, сколько ты можешь спокойно пройти, поэтому даже если человек вдруг никогда в жизни не занимались туризмом, или еще, как бывает, еще второй вариант, когда человек занимался туризмом в далекой юности, а потом он это дело забросил, а у него остались память, что он же турист, он же прям альпинист, альпинист, и он начинает, выходит и выясняется, что у него с этим проблемы, что он там едет на тропе, вдруг начинает, что у него там сердце прихватывает, плохо он думал, что в гору вместе с группой легко забежит, и вдруг он чувствует, что ему плохо, и такие случаи на самом деле вполне бывали, особенно когда вдруг люди начинают проводить соревнования по той же там скандинавской ходьбе наши любимые, выясняется, что человек вдруг идет в гору, и он говорил, а я всегда ходил по ровной местности, я могу 5-10 км по ней пройти, а вдруг выясняется, что в гору это немножко другая нагрузка, поэтому мы рекомендуем для начала просто попробовать померить, как вы ходите по городу. Сейчас существует большое количество приложений, гаджетов, которые там меряют, пройдя на расстоянии, меряют количество шагов, то есть если вы, например, в течение дня легко проходите 10 тысяч шагов, и как бы не считаете, что это вот, что-то такое прям запредельное, то вполне легкий поход там 5-10 км вам вполне удастся в выходные. Я вот сейчас вынуждена Дмитрия прервать для того, чтобы мы успели еще и попрощаться. Надеюсь, что вот этот разговор вы услышали про Большую Самарскую тропу и про то, что на самом деле главная, наверное, мысль, что наше здоровье в наших руках, ну, нам немножко не хватает самодисциплины. Поэтому будьте здоровы, пожалуйста, и думайте о себе. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова